Всем привет! Рада вас всех видеть на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодня мне хотелось бы с вами разобрать тему, можно ли жить без секса и чем это опасно. Давайте начнем с того, что я вас не призываю ни в коем случае вступать в половые контакты с мало знакомыми людьми только ради секса. Нет, безусловно, должен быть секс с вашим партнером. Если есть какие-то проблемы, то нужно разбираться в этих проблемах и все-таки улучшать вашу сексуальную жизнь. Также всегда помним про методы контрацепции, что и в 50 и более лет женщины могут забеременеть. Как мы любим говорить, климакс иногда может шевелиться. Поэтому, друзья мои, давайте вот что вы думаете по этому поводу. Вообще, можно ли жить без секса? Какие могут быть вот такие серьезные последствия этому? И действительно, здесь мы будем говорить о исследованиях, которые проводились. И проводилось очень интересное исследование между мужчинами от 45 до 60 лет. В течение практически 10 лет длилось данное исследование, которое показывает, то есть все мужчины проходили анонимное анкетирование, и после этого за ними наблюдали врачи. И это исследование показывает, что у тех мужчин, у которых была регулярная половая жизнь, они прожили гораздо дольше, чем те мужчины, у которых практически не было сексуальной жизни. Да, вот еще раз напомню, от 45 до 60 лет была собрана группа мужчин. С чем же это связано? Во-первых, в крови есть такое вещество, как гомоцистеин. Соответственно, он в том числе влияет на тромбообразование, то есть это инфаркты, инсульты, тромбоэмболии и так далее. Соответственно, если во время полового контакта, мы с вами уже про это говорили, вырабатывается огромнейшее количество различных гормонов, просто огромнейшее, соответственно, гомоцистеин снижается, тем самым мы профилактируем риск развития инфарктов и инсультов, что очень важно, особенно в наше современное время. Следующее осложнение – это рак предстательной железы у мужчин. У мужчин, у которых есть регулярная жизнь, они действительно меньше страдают раком предстательной железы. Вообще, в целом, по данным опросов, я думаю, вы мне все это подтвердите, все-таки в любом возрасте сексуальная жизнь очень-очень важна и для женщин, и для мужчин, так как все-таки мы говорим о том, что женщины будут лучше себя чувствовать, безусловно, и мужчины тоже, да, то есть будет подниматься настроение, будет намного лучше самочувствие, вы будете лучше спать, так как раз в этот период начинаются проблемы со сном, с различными такими климактерическими вещами, которые происходят в климактерический период изменения здоровья. Поэтому, чтобы всего этого избежать, конечно, регулярная половая жизнь профилактирует развитие многих серьезных осложнений. В том числе, не забываем про то, что многие практически не занимаются физической активностью, к сожалению, хоть мы и говорим, что нужно больше гулять, нужно хотя бы заниматься каким-то спортом, фитнесом, нужно ходить там, допустим, плавать, или там еще куда-то, да, каким-то там может теннисом заниматься, или какой-то борьбой, то есть кому что больше нравится. Но, тем не менее, половой контакт в любом случае, это хорошая физическая нагрузка. Физическая нагрузка, соответственно, это свидетельствует о том, что кислород все больше поступает в мозг, когда физическая активность есть регулярная, соответственно, это профилактирует и улучшает в том числе память. Если вы сейчас посмотрите, многие у нас такие современные мужчины, даже после 60 лет, прекрасно выглядят, занимаются спортом. Я думаю, что нет каких-либо проблем, связанных с сексуальной жизнью. Действительно, правильный образ жизни, об этом много говорят, и действительно, кто ведет все-таки правильный образ жизни, хотя бы чуть-чуть вводит спорта в свою жизнь, хотя бы чуть-чуть нормализует свое питание, действительно страдают от меньших проблем, в том числе с эректильными дисфункциями, в том числе с проблемами климактерического периода, и профилактирует различные, соответственно, проблемы серьезные, о чем мы уже тоже с вами говорили. Так вот, сексуальная жизнь важна, важна в любом возрасте. Я думаю, все вы это подтвердите. Если ее нет, то организм, конечно, вы прожить сможете, безусловно, вы сможете прожить, но будут различные проблемы, которые будут наслаиваться, наслаиваться, наслаиваться друг к другу. Различные гормональные сбои, у женщин это различные гинекологические проблемы, у мужчин различные простатиты, застойные явления, которые, в том числе, ведут к раку предстательной железы. Опять же, проблемы с молочными железами, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Даже на памяти, то это влияет, так как кровь активно начинает, то есть увеличивается сильно кровообращение в органах малого таза, значительно кислород начинает поступать в мозг, и все это в целом значительно влияет на улучшение вашей жизни, да, вашего качества, вашей жизни. Поэтому действительно все-таки сексуальная жизнь важна. Если по какой-то причине с вашим половым партнером на сегодняшний день у вас этой сексуальной жизни нет, друзья мои, обратите на это внимание, то есть нужно искать проблему, почему это с женской стороны или с мужской стороны, почему есть проблема, почему вам не хочется вступать в половой контакт, с чем это может быть связано, может быть это психологическая проблема, может это какая-то урологическая или гинекологическая проблема. В моих видео мы тоже разбираем разные проблемы, связанные и с мужчинами, и с женщинами, для того, чтобы все-таки вам помочь и улучшить качество вашей жизни. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. И мы обязательно проведем прямой эфир, и я максимально соберу самые интересные вопросы, и мы с вами о них поговорим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всем пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok